Это программа «Два в уме». Проведите этот час с умом. Телефонисты, стенографисты, ямщики и трубочисты. Список мертвых профессий, как языков, можно продолжать и продолжать. Все эти в прошлом значимые специальности подмял под себя безжалостный прогресс. Новые технологии отбирают работу. Все чаще слышны угрозы, мол, в ближайшем будущем нас ждет цунами увольнений. Искусственный интеллект может отобрать работу у машинистов, кассиров, администраторов, бухгалтеров, дизайнеров и других специалистов. Ну а сможет ли ИИ стать ученым или писателем? Создать что-то действительно новое? Сможет ли он превзойти человеческий интеллект и поработить наши умы? Или это иллюзия, и современный искусственный интеллект вовсе и не интеллект? Пофилософствуем с нейробиологом, доктором биологических наук Сергеем Савельевым. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашей студии. Я всегда рад, тем более с таким натюрмортом. Натюрморт у нас знатный. Ну что ж, начинаем по традиции нашу программу с короткой рубрики «Три факта», которыми наш зритель сможет блеснуть в разговоре после ее просмотра. Ни искусственного, ни естественного интеллекта просто нет практически. Естественным интеллектом обладает такое количество людей, что ими можно пренебречь. То есть такая следовая пленка. А искусственного интеллекта нет и в помине. Потому что тот большой калькулятор, такой железный феликс с ручкой, как и в старые времена, искусственным интеллектом назвать нельзя. Почему? Потому что он все делает по алгоритму, а интеллект делает заново то, чего не было в природе. Это точно уникальный факт. Поэтому для того, чтобы найти человека, обладающим хотя бы естественным интеллектом, нужно очень много и тяжело работать. Потому что, судя по тому, что нас окружают, интеллектом явно из тех, кто создаёт эту среду, почти никто не обладает. Еще два факта. Очень интригующий факт состоит в том, что затраты сегодняшние на искусственный интеллект с их помощью можно было бы обессмертить человечество. То есть найти способ продления жизни навсегда. То есть люди жили вечно. Причем не старые, не загибаясь постепенно, или как я, с удлинением носа. А действительно же затрат так много. Но их просто разворовали на колбасу, рассказывая про искусственный интеллект. И поэтому эта проблема, такая как реальное продление человеческой жизни, не в старчестве, реальный поиск механизмов, препятствующих физическому, физиологическому, то есть биологическому, по сути, старению, ни кем, никто этим не занимается. Все имитируют. Думая наивно, что буду жить вечно. Вот уверенность в личной вечной жизни гарантирует отсутствие исследований по ее реальному продлению. Это второй очень важный факт. И третий очень важный факт, который я могу сказать. Мы прошли довольно большой путь, семилетний, по разработке неинвазивных, то есть без томографа, способов анализа человеческих способностей, объективных, которые потом можно проверять. Церебральный сортинг? Нет, устраивать церебральный сортинг, не засовывая никого в томограф. Технологии есть, она пока дорогая и ручная, но она разработана, которая позволяет, с одной стороны, очень эффективно отбирать, например, душегубов. Я с этим даже обратился куда надо, в СК, и сказал, что поскольку руководитель СК сказал о том, что это головнейшая проблема страны, я в ответ, ролик есть в интернете, ответы мои, я объяснил, что у нас есть технологии, с помощью которой, например, мы можем выявлять школьных шутеров за год до того, как он еще сообразит, что надо пойти пострелять однокашников. И мне кажется, что это принципиальный момент, потому что в стране разработано много технологий, которые бы могли профилактировать душегубство в школах, выявление, скажем так, малонадежных в психоэмоциональном состоянии граждан и прочее, прочее. То есть технология есть, я надеюсь, что она будет разрабатана. Так что третий факт, он особенно привлекательный, я надеюсь, всем будет интересно. Мы еще обязательно к нему вернемся в ходе беседы, а пока давайте начнем с такого, может быть, не совсем стандартного вопроса. Я сейчас перечислю несколько вещей. Клонирование овечки Долли, чудодейственные столовые клетки, митохондриальная ДНК и искусственная модель мозга. Вот что, по-вашему, Сергей Вячеславович, все эти, ну, скажем так, феномены объединяет? Все эти феномены объединяет человеческий мозг, а именно та самая часть, которая принадлежит обезьянам. То есть жадность, глупость и необразованность. Не образованность, потому что доминантность – это средство, чтобы отнять деньги у окружающих, убедить в своей правоте. То есть все эти истории закончились ничем. Ну, значит, ну... Ну, а Долли разве не клонировали? Нет, конечно. Ну, мы же ее видели все. Да я вам тоже покажу овцу, прежде чем ее съесть, и будет нормально. Причем тут овечка Долли? Когда делали овечку Долли, в скорости после этого я как раз объяснялся за Атлантической лужей в США по поводу этого самого клонирования. Ну, первое. В то время еще за Хайфлик не дали Нобелевской премии, хотя он был известен уже 70 лет. Это что такое? Ограничение клеточных делений. Клеточные деления у млекопитающих не могут состоять больше 50-52 раз. Это значит, что если у семилетней овцы откуда бы вы не взяли клетку, и ее посадили, из нее извлекли ядро, и посадили бы в яйцеклетку, чтобы сделать клон, то она умрет от старости еще внутриутробно. То есть вот такого размера зародыш подохнет физический. Все. Преодолеть этот Хайфлик никто не смог. Поэтому овечка Долли является чистым враньем по двум причинам. Первое. Для того, чтобы въехать в Англию и доказать, что ты родственник тех живущих, кто живет в Англии, тебе нужно сдать генетический анализ, ДНК-доктилоскопию. Стоит 80 фунти. Это в те времена. Овечку Долли так не сравнили этим способом с ее мамой. В чем дело? Неужели не нашлись из тех собранных сотен миллионов фунтов, 160 фунтов не нашли? Это может было сделать в районной модели полиции. То есть налицо вранье. Никаких сравнений не было. Никакого адекватного доказательства не было. И когда вся эта история уже стала всплывать и так развиваться активно, что перед нами просто классические жулики. Причем они, может быть, жулики даже просто по глупости. Потому что, когда пересаживают ядро, ядро в яйцеклетке уничтожают ультрафиолетом. Это классическая эмбирологическая ошибка. Они туда ставят, что если ядро не было уничтожено, то будет развиваться нормальная овца. И из-за этого там, может быть, даже и ошибка самих исследователей, которые потом спохватились, когда раскрутили всю эту историю. Да уже было поздно. Деньги пошли. А тут уже совсем другие законы. Плюс баба Лиза, то есть Елизавета II, подписала указ о клонировании. А потом английский парламент изобрел. Гениальный способ. Ах, это не по-христиански. И запретили. Но деньги-то были выделены, куда они пошли? В стволовые клетки. В стволовые клетки, которые звучали в вопросе, это ровно такая же прохиндиада. Дело в том, что началось все с того, что один патологоанатом, исследуя покойника, а клетки у покойников, если, например, мужчине пересаживают женские клетки, или женщины мужские, их можно отличить там по маркерам. Он смотрел сердце усопшего на толстых срезах и показал, что вот, смотрите, у меня среди кардиомиоцитов светится ядро женское, я не помню, там мужчина-женщина кто был, женское ядро, которое говорит о том, что, наверное, кардиомиоцит был из трансплантированной крови. И написал статью. Ну, как в телевидении, для отчетности. Ну, чтобы поднять рейтинг. Эту статью тут уже начали цитировать. Наши забегали в институте кардиологии, мы сейчас всех там оживим, сейчас им клетки крови перевьем, и они придут в сердце, встроятся, и будет нам новая мышечная ткань. Через два номера в этом журнале, это журнал в Патулы же, опубликовано было опровержено. Говорит, ребята, я просто взял толстый срез, там наложились изображения. Нет ничего, но уже было поздно. Наши великие академики стали бегать наперевес со стволовыми клетками, которые до сих пор втыкают в сердца, и там чего-то у них оживляют. Ну, вот это такая же точно бредятина. То есть, несмотря на опровержение, потому что люди, которые этим занимались, то есть, собственно говоря, говорят, что это все не так. Тем не менее, бизнес так привлекателен, и просто расплодили этих полуграмотных балбесов в дикое количество. С нейросетями, искусственной моделью мозга, ведь примерно такая же ситуация, их тоже очень много. Но, в конце концов, мы же все можем сейчас, прямо вот наши зрители смотрят нас и могут другой рукой на компьютере открыть какую-то нейросеть, дать ей какое-то задание, и она что-то сделает. Так почему же все-таки вот эти современные нейросети все-таки не интеллект, как вы говорите? Потому что это, на самом деле, очень большая база данных. И калькулятор быстрый, который подбирает по аналогии то, что в него загружается. То есть, создать ничего нового он не может. Он берет готовые куски, которых чем больше, тем лучше. Есть тема, которая объединяется этими кусками. И он их, значит, туда фарширует. То есть, это, на самом деле, просто вы задаете ему задачу, задачу, то есть, каркас. И он набивает словами и даже содержанием, тем самым, которое существует уже в природе. То есть, это бывшая быстрая комбинаторика. То есть, это ровно то же самое, что было с шахматами. Пока комбинаторика была недостаточно быстрой, и набор вариантов партии был маленький, вполне шахматисты обыгрывали компьютер. Как только базу данных расширили на всю, по сути дела, стратегию шахматной игры, и как только загрузили туда все, что было возможно, и все алгоритмы и принципы, он стал выигрывать шахматы. Это такое же точно алгоритмизированное действие. Он новые шахматы не изобретет, но он будет в этом деле достаточно успешно всех обыгрывать. То же самое в отношении лингвистики. Там, например, есть вот этот чат GPT, который пишет, которым все пользуются, школьники, паразиты и прочее. У нас даже как-то была такая просьба к нам, можно ли ли разработать на основании нашего подхода способа идентификации. Да, можно, мы сделали. И всегда отличим текст, написанный компьютером, от текста, написанного человеком. Но здесь нужно сразу сказать, есть ограничения. Дело в том, что весь искусственный интеллект, он вполне справляется с теми самыми, с которых вы начали, с извозчиков. Вот на уровне извозчика искусственный интеллект есть. То есть, если человек вообще ни о чем не думает, ведет абсолютно простой образ жизни. поел, выпил, размножился, поработал, опять поел, выпил, размножился, поработал, то в рамках этого менталитета, не творческого, еще раз объясняю, а потребительского, обывательского, этого интеллект вполне достаточен. Просто другое дело, то, что ни одной сложной, например, государственной задачи, научной, интеллектуальной, он решить не сможет. Серьезно, может, проблема с тем, что база данных маленькая, вот как со шахматами. Сейчас уже все подключили. Ну, они еще не успели, так сказать, все познать. Вот буквально недавно я столкнулся, например, с небольшой проблемой, мне нужно было сделать в нейросети картинки. И вот картинки западных, например, рыцарей, средневековых воинов, замков, он делает элементарно. А вот сделать стрельца или опричника для него большая проблема. Очевидно почему, потому что у него мало информации. Загрузим больше, и он станет, наконец-то... Опричника, которого вы тоже никогда в жизни не видели. Ну, описание есть. Ну, описание есть, да. Да, ну, это все можно сделать. Но это не синтетическая деятельность. Проблема любого искусственного интеллекта, глубинная, в чем состоит. Почему это непреодолимое препятствие? Потому что фундаментально разные принципы. Нашего мозга и нейросети? Да, да, да. Нейросети – это набор готовых связей. Все равно. Любой процессор – это готовая микросхема, в рамках которого он обменивается информацией. И это очень хорошо, потому что позволяет очень быстро обрабатывать, точно воспроизводить данные и прочее, прочее. Я сам пользуюсь все время, потому что базой данных ничего лучше не может быть. Но для творческого решения той или иной проблемы он не пригоден вообще. Почему? Потому что все связи уже есть, все системы уже прописаны, новых не будет. И это фундаментальное отличие от человеческого мозга, потому что у нас связи между нейронами образуются ежедневно, и по многу. У нас 150 миллиардов нейронов, на каждый нейрон по три связи. Значит, 450 миллиардов связей в день у нас образуются. И примерно столько же разрушается. То есть у нас мышление носит структурный характер, а не алгоритмизированный. У нас структуры связи возникают новые, которых нет. Но я все время привожу с давних времен. Например, нет внутри... Возьмите 150 миллиардов процессоров, посадите вам внутри процессора по китайцу с паяльником, вот тогда у вас будет что-то похожее, какого будет перепаивать. Но у нас мало того, что эти связи меняются, они меняются-то под задачу. И это вообще недоступно этим системам. То есть на сегодняшний день почему недоступно? Потому что ни один программист, ни одна структура компьютера не может предусмотреть всех вариантов. То есть почему? Потому что создатели их не Господь Бог, чтобы все предусмотреть. Так мы и не можем. А мы можем, потому что у нас синтетическая деятельность идет всегда. Люди умержеврождаются, работают, умирают, следующие, следующие. Но у нас есть потенциал для образовывания новых систем связи и выявления новых закономерностей. А у компьютера нет. Поэтому он будет перебирать в базе данных. Хороший, похожий, да? Конечно, тексты вон, школьники с удовольствием пользуются. Но текст это примитивный ниже плинтуса. На самом деле. Текст примитивный ниже плинтуса. Более того, вот буквально на днях у меня было интервью с одним из преподавателей МФТИ. Он говорит, что когда мне сдают, ему сдают работы студенты, задачи решенные нейросети, он сразу понимает, потому что еще ни разу ни одну задачку нейросети не решили правильно. Почему нельзя сделать компьютер, который будет образовывать новые связи? А потому что запрограммировать это нельзя. Это физический процесс, а не программный. Обычно слабоумные пионеры где-то от 18 до 25 лет, которые научились программировать в питоне, ха-ха. Я программировать умею на ассемблере вообще-то. И вот они в питоне там освоили, это на самом деле псевдолингвистическая программира, примитивнейшая. И, значит, говорят, а мы запрограммируем, измени связи. Я тут же говорю так, кто из вас бог? Все варианты связи. Кто будет пересмотреть? Чего? И вот, значит, эти сидят молокососы слабоумные, значит, в них доходят, что программирование это на самом деле жалкий слепок, упрощенный с человеческой речи. Потому что математика, она вообще, это что? Это высшая форма человеческой речи, предельно абстрактная. Ну, вы говорите, десять яблок, понятно. Математика просто говорит, десять. Это может быть десять самосвалов. То есть упрощение никогда не ведет к решению. Это как за белых или за красных. Вот на эту тему, то есть это вечная бесполезность этого всего. А корректно, по-вашему, сравнение нашего человеческого мозга с компьютером? Ну, можно ли как-то определить, где у нас, я не знаю, память оперативная и долгосрочная? Нет, у нас вся память оперативная. Если взять и переотключить на шесть минут, начинаются потери памяти необратимые. Подождите, я мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, вдруг плесный, учил, кажется, в пятом классе. И до сих пор мороза... Да такую глупость можно, да, запомнить на всю жизнь. Ну, ладно, что вам, Александр Сергеевич не угодил? Александр Сергеевич мне много чем не угодил, но это отдельный разговор. Но все-таки, вот возвращаясь к аналогии мозг и компьютер, почему же нельзя... Ну, потому что в компьютере все варианты прописаны, алгоритмы написаны там пьяными программистами, сама структура просчитана и прописана инженерами, которые это все отпечатали. То есть это калькулятор, все равно не будет никакого искусственного интеллекта, он все будет медным перебор подгонять под определенные образцы. Там нету творчества, и быть не может. И память оперативная, у нас вся оперативная. У нейронов запас пищи на шесть минут, отключаешь, все, память пропадает. Ну, как же она оперативная, если я помню с детства это? Так вас ни разу не отключили. Вот придушит жена подушкой, будете знать минут на семь, и забудете вы свои стишки? Ладно, не надо, давайте. Я тоже думаю, что не надо, сам не хочу. Как-то вот без этого. Все-таки я к чему? Я хочу попробовать, например, сделать такую аналогию. Мы записываем какую-то информацию в компьютере, она записывается в байтах и битах. Есть там какие-нибудь квантовые компьютеры с кубитами. А мысль наша, которую мы думаем сейчас, она может, она материальна, ее можно записать? Конечно, материальна. Она и записана в системе связей. Причем, если вот у вас вы емкость памяти использовали очень сильно сегодня, потому что завтра растет там связь, то у вас на старых связях это крутится, поэтому вы не помните ничего. Вышел, через 15 минут все забыл. Ну, как студенты готовятся. Перегружают память, потом забывают все. Поставятся балбесами. Замечательно. То есть, она в системе связи. Каждый нейрон обладает от 150 до миллионов синаптических контактов, которые носят информацию. До тех пор память существует, пока по этой системе связи между нейронами или внутри нейрона там бегает по кругу, передается вот эта самая информация, которая записана в виде прохода через синапсы сигнала электрохимического. но поскольку синапсы разрываются и все время перестраиваются, что-то утрачивается, что-то переписывается, если много таких циклов было включено. Поэтому всегда ваш образ, который там сформировался о некоем человеке, событии, отстраненные на полгода, уже не совпадает с тем, что вы потом видите. Вы смотрите, что-то запутался. Вроде он был хороший, а теперь такая дрянь. У нас в чем дело? Или девушка такая? Тоже. Ну вот, а дело-то в том, что при перестройке нейроны перестраивают к вам угоду, чтобы вам нравилось ваше воспоминание. Поэтому помните все хорошее, ничего плохого. Вон, как сейчас вспоминают в Савдипе. Это же был кошмар и ужас. Постояли бы за колбаской по 2.20, по 2 часа, потом бы запели, а то рассказывают о великих достижениях наших коммунистов. Вы часто говорите в своих лекциях о том, что мы, например, детство хорошо помним, потому что у нас тогда активно работает эндоканабиноидная система, и мы все... Не только канабиноидная, и сейчас работает. Еще и эндоопиоидная. Эндоопиоидная, да. Составляет это все. Помните, я все-таки возвращаюсь к своим этим вот дурацким идеям. Да давайте давайте. По поводу, вот если, значит, мысль, она все-таки материальная, ее можно, значит, каким-то образом, ну, скажем так, зафиксировать, какой-нибудь как химической формулой. Нет. Нет. Дело в том, что очень много дуралей, в том числе с академическими званиями и нобелевскими лауреациями, с премиями, все время пытались найти какую-нибудь молекулу, молекулу памяти секретная. Особый секрет. Ну, уже давали там этих премий, все это липа, лажа и болтология. Никаких... Ну, когда магнитофон изобрели, все решили, что, наверное, в мозгах так же на пленочку записывают. Вот в чем дело. А теперь пленочка исчезла, появились пазухи. А потом и вот эти вот флешки. Говорят, а, наверное, там вот так же. Ну, понимаете, это когда до первых полетов в космос считали, что все делают черти. А потом стали все делать инопланетяне. Вот это вот уровень обывательского идиотизма, который распространяется в том числе и в науку, к сожалению. На самом деле ничего такого в помине нет. И, к сожалению, наша память, вы не можете динамический процесс, который, еще раз объясню, построен на морфогенезе, то есть образование, структурный процесс идет. Вы ее не можете никак записать. Вы не можете, вы можете записать только те процессы, которые уже финальные. Вот человек нарисовал там птичку, вот вы его можете записать. А процесс этот невозможен. Ну, понятно, что человеческий мозг это невероятно сложная штука, но ведь есть же... Да ничего там сложного нет. Ну, все-таки, какое количество? Само количество ежедневно образующихся связей и их, да, это сложно. Но ведь есть же, например, замечательные червячки нематоды и проект Openworm, да? Люди, которые, если мне не помню, третий год пытаются сделать полностью цифровую рабочую модель мозга. Вот, может быть, это будущее компьютера. Вы знаете, я от этого вранья уже скучаю. Но они же пытаются, это же правда, проект есть? Есть. Ну, это идиоты, очередное поколение новых идиотов. Объясняю, потому что 30 лет назад ровно этой нематодой стали заниматься такие же точно недалекие балбесы, которые сейчас занимаются, третий год. 30 лет назад это была большая фирма по изготовлению пластмассовых тазиков. Профинансировала, это все уже было, это вот мелкие жулики которые пытаются найти деньги на свои дурацкие проекты, совершенно бессмысленные, которые давным-давно уже были. А в чем проблема-то? У нематоджи гораздо меньше. Да там 120 с чем-то нейронов. И ничего у них не выйдет, как у их предшественников 30 лет назад. Те построили в огромном помещении за счет пластмасса фирмы от тазиков каждый нейрон с каждой связью, сделав электронно-микроскопическую реконструкцию. Огромную. С целью понять, как эта нематода хотя бы ест и размножается. Потратили на это огромный бюджет тазиковые фирмы и закончили, я думаю, так же, как и эти балбесы. Почему? А потому что фундаментальные принципы, которые они положили, я знаю эту деятельность, в основу своего проекта, они заведомо ложные. Дело в том, что они не рассматривают морфогенетическую активность нервной системы нематода. Они этого не учитывают. Они думают, что они сделают статичную модель, наградят ее функциями, и она будет работать. Это даже не идиотизм. Это просто патологическая инженерная безграмотность, которая направлена на то, что получить хороший большой грант и съесть вкусную пиццу. Вот в основном так. Я не знаю, были ли такие проекты, но ведь вот кажется каким-то таким логическим решением попробовать сделать мозг, вернее, компьютер из мозга. Можно? Вы знаете, пытались ли это сделать? Мне было 25 лет, мы развлекались тем, что спиливали процессоры, ранние те еще, которые сейчас в кофеварке стоят, и на них в культуре клеток выращивали нейроны и втыкали. Вот все результаты, которые публикуют передовые институты с многомиллиардными бюджетами, наши и западные, являются такой же точно фигней. Почему? Потому что ничего это работать не будет по определению, потому что надо понимать, что ты делаешь. Нейроны, без того, чтобы их кормить, я только что говорил, 6 минут запаса энергии. Как вы их будете кормить? То, как они плавают в культуру. Капать сверху как-нибудь, глюкозкой. Какая глюкозка? Когда нужны специальные клетки, называется глия, которые будут их кормить. И кроме того, нейроны имеют привычку гадить, совершать дефекацию. С дикой скоростью. Кто будет говно отводить? Продукты распада. Ну, продукты распада это у вас, а у нейронов просто дерьмо. Если человек думает, как следует, то у него 25% этих самых какашек, это продукты работы мозга. Вообще-то. И вот они сажают там на процессор вот эти нейроны. Такое впечатление, вот считаю, это все было 30-35 лет назад. Какой-то праздник в сумасшедшем доме. То есть надо что делать? Надо на этом процессоре сделать систему их жизнеобеспечения, сложную, состоящую из живых клеток, которых тоже кормить надо. Ребята. То есть нужно еще кровеносную систему построить. Почему так называемые стволовые клетки являются фикцией? Да потому что выдергивают клетки первичную культуру. Они там два фассажа сохраняют свои свойства. Их там раз на пневрюхо. В брюхо вводят. Говорят, что придут, а там встроятся. Ни разу никто не встроился. Это липа из лип. Но на этом продолжают паразитировать мелкие жулики из науки и огромное количество обманывающихся людей, которые в это во все верят и дают деньги. Это обычное дело. Ну, хорошо. Может быть, проблема создания современного искусственного интеллекта заключается в том, что мы не очень хорошо знаем, как работает наш собственный мозг. Не можем просто это повторить. Вот вы сказали про морфогеност. Может быть, надо лучше его изучить для того, чтобы потом суметь воссоздать. Это все хорошо исследовано. Пять лет назад у меня было предложение создать такую штучку. По неизвестным причинам через полтора года люди прекратили финансирование, проекты отказались. Поэтому я такими вещами теперь занимаюсь только в одном случае. Все можно, но как монтеру Мечникову. Деньги вперед. На все, на весь проект. Таких, к сожалению, нет. Ну, все успокоилось самим собой. Можно это сделать? Да, можно. Знаем мы, как это все устроено, не исходя из инженерной логики, которая граничит шизофренией, когда там электрические сигналы пробегают. Кодирование идет на синапси при передатии электрохимического сигнала, а по проводам бегают просто импульсы. Этого люди просто не понимают. Ну, и можно сделать нечто, конечно, не точно такое. Это не как восстанавливать полет птички. Нет, самолет, он так летит, крыльями не машет. То есть это будет другого типа, но никаких предложений с той поры я не получал, потому что те, кто на этом зарабатывает, они и так отлично моют деньги помывочные. Ну, вот им и так хорошо, они там рассказывают про искусственный интеллект, на самом деле им там не пахнет. Им все равно деньги дают, потому что они делятся. А реально заниматься этими проектами, это вообще дорогая вещь, дорого стоит. И самое-то главное, что она стрёмная. Я об этом неоднократно говорил, потому что сам основной ресурс будет в основном не в том, чтобы создать, а чтобы защититься от этого. Если я сделаю эту самую нематоду с искусственным интеллектом, то он придется мне заплатить в сто раз больше, чтобы я ее потом поймал. Почему? Потому что ее не поймаешь. Ну что, она разовьется и станет слишком умной? Нет, она будет дура-дурой, но она будет такая быстрая, что с нематодой не сравнить. Ну хорошо, но это нематода, даже если ее сделать, она же нашу планету не разрушит, она же не изменит. Да вы что? Неужели что, вы что думаете, я ее буду строгать, что ли, из липы, эту нематоду? Я нематоду, мы ее сделаем, мы сделаем компьютерную, запустим в компьютерную сеть и конец вашей сети. Она уничтожит всю нашу... Я даже не знаю, что она уничтожит. Будет ли она уничтожить? Не будет. Вы понимаете, как только вы создаете искусственный интеллект, он первый скажет, а зачем мне эти придурки? То есть все те люди, которые действительно переживают по поводу искусственного интеллекта, Генри Киссинджер, например. Ну слушай, вы старый маразматик, при чем тут это? Просто нужно делать другое. Тот уровень искусственного интеллекта, который боится Генри Киссинджер, ему вообще не знаком, потому что он им не обладает. Ну вот, это понятно. Но дело-то заключается в том, что такого уровня искусственного интеллекта, если добраться до этого дела, то тут уже ничего не спасет. А вот речь идет о очень простых вещах. Какая там, ну нематода, ну жучка какого-нибудь. Примерно такое соотношение между нашим интеллектом и искусственным. Вот если мы сделаем, например, таракана, ну такого виртуального, естественно, с тараканьями свойствами интеллекта, тараканьего, то вы его потом не поймаете вовек. Вам придется очень много денежек потратить, чтобы, например, я придумал, как его поймать. Это будет дикая проблема. Потому что, еще раз повторяю, как только вы создаете систему реального искусственного интеллекта, первое, что у нее возникает, собственное целеполагание. И плевать им на ваши задачи. Она будет решать свои задачи. В этом интеллект и стоит. Почему люди умные, интеллектуально развитые всегда обманывали и будут обманывать любые правительства и водить за нос кого угодно. Потому что обмануть дураков или людей просто более низкого интеллектуального уровня ничего не стоит. Просто многим просто не хочется этим заниматься, но на самом деле проблем никаких нет. Есть очень хорошие, разработанные давно в биологии приемы, которые называются законно-диссипативных структур, использование механизмов эпигенетического ландшафта, когда с очень малыми силами с помощью этой чашки можно изменить судьбу страны. Есть такие механизмы, подходы есть, но они не для дураков. Поэтому, как бы сказать, искусственный интеллект в том виде, в котором его боятся, действительно опасен, даже на уровне таракана. Если он будет настоящий. Но пока им не пахнет. Пока это все этот железный феликс. Но, однако, работать-то он отбирает. У машинистов, у таксистов. Проблемы-то существуют. И отнимет. И еще у многих у кого. И у журналистов отнимет. Я переживаю уже. И в телевидении отнимет. Почему? Как только телевидение перестает превращаться в политическую систему задуривания населения, оно пока представляет собой такую систему искусственную. Ну, слушайте, телевидение уже приходит на второй план, сейчас интернет уже больше, а там разнообразие куда шире. Так нет, это вам так кажется. Интернет это еще более продуманная система, еще от этого более контролируемая. То есть как только, как только вот эта система прекратится, она не прекратится никогда. Тогда возникнет какая-то опасность. А так нет. Все будет хорошо. Вот вы говорили про уникальные возможности. А есть ли сейчас, например, возможность управлять человеческим мозгом и искусственным, каким образом? Химически, электрически? Химически мы и сами управляем все время. Но не НЛП же дурацкое. НЛП вообще не существует. Это просто выдержки из работающих алгоритмов психологии, которые работают там в половине случаев. Это все детский сад. Это все разводка для дураков. А воздействие, да, надо знать законы работы мозга. Такие технологии и существуют. Другое дело то, что они не очень популярны, потому что люди, от которых зависит их внедрение, быстрее всего сами тут же попадут под них. Поэтому все против. Ну вот мы сейчас говорим про искусственный интеллект, а я так думаю про себя. Может, мы все-таки не в ту сторону думаем? Вот не над созданием нейросетей, а может быть, надо усовершенствовать наш собственный интеллект? Ну, нейросетей-то можно и не думать. Это вообще глупость. Это просто условное название некоего псевдоматематического процесса, который аппроксимирует некие события, которые какому-то дураку решили назвать. Я знаю, кто, как это сделал, просто в это углубляться не имеет смысла. Я скорее к тому, что, может быть, гораздо интереснее и важнее, и более прогрессивно было бы думать над тем, как подключить наш мозг к компьютеру, чтобы мы могли пользоваться этой безумной базой данных. Ну, нам же нужны данные. Вы же пользуетесь базами данных для того, чтобы делать какие-то выводы. Я взял газетку, почитал. Ну, да, но вы же понимаете, что в газетке это, так сказать, не такое большое материальное для того, чтобы... Подключить мозг к компьютеру невозможно. Илон Маск, мелкий жулик. Как его называют? Кенгуру. Пока невозможно. Нет, и в будущем будет невозможно. Может быть, над этим как раз надо думать, чтобы... Не надо на этом думать. Но это явно порочный путь. Да в чём проблема-то? Ну, он же и есть мозг, есть, так сказать, компьютер. Давайте их соединим и будем пользоваться. Мозг работает по морфогенетическому принципу, а компьютер по электрическому. Причём? Что вы будете объединять? Что с чем? Ну, нельзя сделать так, чтобы... Вот сейчас, смотрите, есть нейроинтерфейсы. Грубо говоря, например, подключив определённую систему датчиков, можно визуализировать твои альфа-ритмы, там, гамма-ритмы в голове. Да, их можно просто визуализировать, просто глядя на глаза человека, как их визуализировали. Глаза во сне двигаются по-разному. Вот вам ритмы. Что вы морочите голову? Какие альфа-ритмы? Причём тут мышление? Хотелось бы понять, можно ли каким-то образом усовершенствовать наш мозг? Да им надо научиться пользоваться. У нас мозгом для того, чтобы заниматься хоть какой-то разумной деятельностью, пользуются на 10 тысяч человек один. Чего вы, кому хотите усовершенствовать? И зачем? Для того, чтобы как раз все остальные пользовались. А зачем? 99 тысяч. Один вред будет. От умных же один вред всегда. Да вы посмотрите, умных гоняют как могут. Вот у нас страна, да? Вот Америка страна. Найдите мне хоть один закон, где поощряли бы умных. Вот размножение, пожалуйста. Физкультуру и спорт, пожалуйста. Там хоровое пение, сколько угодно. Стрельбу из лука, пожалуйста. Бег на длинной дистанции, сколько угодно. Военную подготовку замечательно. Давайте в школе уйдём. Где хоть в одной стране поощрили ум? Ну, нас поощряют ум. Это где? В Сириусе? Не смешите меня. Сейчас надорвусь с осьмеху. Это такая же точная профанация, как всё остальное. Стало, мне кажется, гораздо больше популяризации науки, сколько проектов всяких. Какая? Вы посмотрите на популяризаторов. А это жульё и жулья. Вы тоже популяризируете нау? Я ничего не популяризирую. Я отвечаю на вопрос, который мне всё время задают. Но вы отвечаете так ярко и интересно, что это невольная популяризация науки. Разве нет? Ну, может быть. Ну, вот видите. Но я не популяризатор науки. Мне это не интересует. Если бы я мог спокойно заниматься тем, чем я занимаюсь, я бы ничего о науке никогда не говорил. Это вынужденная ситуация, к сожалению. Потому что мы живём среди людей, которые к науке относятся резко, отрицательно. Я вот езжу часто по Подмосковью, я не вижу, чтобы школы строили, знаете, из красного кирпича, с медными крышами. Нет, этого нет. Зачем школы из красного кирпича, с медными крышами? Чтоб надолго. Я не вижу, чтобы огромные здания были бы из стекла и бетона. Нет, строятся из красного кирпича молельные дома, из стекла и бетона строятся физкультурные объекты. Покажите мне хоть один объект, который был посвящён человеческому интеллекту. Их в помине нет, их не строят. Типового проекта для здания, для поумнения не существует. И эта проблема всех абсолютно не интересует. Ни у нас, ни на Западе, нигде в другом. Назовется библиотека. Вы знаете, я здесь был в Российской национальной библиотеке. Прямо жил месяц назад. Я там пошёл искать кое-какие работы, которые надо было посмотреть. Середина 19 века, которые малодоступны. Я нашёл всё там. Прекрасные люди, работы специалистов. На библиотеке было 8 человек вместе со мной. А библиотека такого размера и такой красоты неземной, что рядом с ней в Санкт-Петербурге без имени Двореца, это какой-то сортир для иностранцев. Вот вам отношения снаружи и внутри. Дело-то в том, что думать-то люди могут, но агрессивно не хотят. Они агрессивно не хотят, и в этом фундаментальная проблема. Это же логикой заложено нашего существования. Наши мозги хотят как можно меньше работать, потому что это забирает. Они хотят есть, пить и размножаться. Да, мы заложники нашего видового. Ну так вот, проблемы заключаются в том, что искусственный интеллект, он строится в этом же направлении. Значит, надо думать над совершенно другими принципами построения этого искусственного интеллекта. Чад же пяти, это что такое? Это способ сокращения времени между заданием и колбасой. То есть быстро сделать, отдать, отчитаться, получить денюжки, тут же с веселыми девками пойти их тратить в пивную. Вот о чем речь идет. Это что у нас? Это чат G5, высокое достижение искусственного интеллекта. Так, цель-то какая? Вот это, которое я сказал? Ребята, вы ничего не напутали? Ну, разве благодаря усилиям, как бы как инструмент, разве это плохо? Инструмент для того, чтобы башка не работала. Ну, конечно, еще интереснее. Нет, ну можно же какие-то... Ну, послушайте, на калькулятор тоже можно так считать. Можно все в уме считать, а можно использовать его по делу. Ну, зачем тратить кучу времени для того, чтобы считать безумно сложные цифры? Зачем? Ну, здесь нам слушаем, мы пишем текст. Вот единственный способ, когда человек становится человеком, когда он придумывает и пишет текст. Потому что 36 полей, ну, как минимум, в каждом полушае задействовано для этой работы. А если ты с этого соскакиваешь, то будешь обезьяной. Вы знаете, насколько отличаются наши школьники? Вот мы проводили недавно исследование. Наши современные школьники не из последних школ, а от советских школьников, которые писали такое же точное писание. У нас есть материалы оттуда, машина времени всегда под рукой, и материалы отсюда. Так вот, по многим параметрам современные школьники в интеллектуальном плане, подчеркиваю, отличаются от тех в 10 раз. В лучшую сторону или в худшую? В худшую, в худшую. То есть, а по самым малоизменяемым параметрам там в 2-3 раза. Это катастрофа. Почему? Потому что, как только вы создаете даже не искусственный интеллект, так как вы правильно сказали, кулькулятор, мозг тут же отказывается работать. Так уж зачем, он тут же, эндогенные улучшатели. И эти самые школьники выходят из школы с уровнем развития, если брать именно интеллектуальный ценз, в 2-3 раза ниже, чем в самые застойные советские времена. Как вы это определили? А вот это уже ноу-хау. Ну, в общих чертах можно как-то? Да, это можно определить. IQ-тест или что? IQ-тест был создан дебилами для определения посредственности. Как же вы определились? Как вы просто интересны. Ну, вот советские школьники, вы считаете их работы или что? Всем интересно, конечно. Не скажете? Нет, конечно, не скажу. Я скажу общий глобальный принцип. Общий глобальный принцип состоит в том, что наш мозг, когда человек пишет текст, даже когда говорит, он говорит похуже, потому что очень много заимствований. А когда пишет, он задействует целиком, говорю, где-то около 36 полей и подполей головного мозга. Эти самые поля и подполя в рамках тех исследований, которые я проводил по индивидуальной изменчивости, здесь книжка изменчивости и гениальности, они показывают, что эти поля могут изменяться в 3-5 раз у разных людей. Ну, по размеру просто. Одно вот такое, друг вот такое. Нейронов, соответственно, у тебя там 500 миллионов или 3 миллиарда. Почувствуйте разницу. А они расширяются, эти поля, задействуя большую часть мозга? Они индивидуально вариабельны, сразу от родителей достались. А, вот родился таким, даже когда ты маленький с маленьким мозгом родился, у тебя уже все равно соотношение. Да, да. Значит, и получается 36 полей, которые различаются в 3-5 раз. Представляете, какая индивидуальная изменчивость? Отпечатки пальцев менее изменчивые. А плюс еще есть подполя, которые, как я описал, многократно говорил, которые у одного человека есть, а у другого их вообще нет. Отсутствует. Так бывает. Так вот, то есть у нас и качественная, и количественная чудовищная изменчивость. Поэтому любой, любой внятно написанный, достаточно длинный текст носит слепок мозга и индивидуальной конструкции. У нас ушло 7 лет для того, чтобы понять, какие там конструкционные закономерности к чему приводят. Поэтому мы можем довольно легко проанализировать такую работу и примерно, с вероятностью 95%, сказать, чем мы имеем дело с потенциальным шпионом, школьным шутером или гением. гениев можно даже без томографа определять просто, ну, как сказать, не на глаз, а на анализ. Это не на глаз. На анализ. Да, это можно сделать. Это пока дороговато стоит, поскольку это ручная работа. Но это сделано, и я надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем мы это сможем упростить. Ну, я прямо представляю, знаете, мне это как в школе упоминали сегодня 12 стульев. Не у васеки, это будут какие-то новые центры, где всех детей будут проверять на гениальность. Нет, нет, нет. Это никто не будет даже знать. Главное, потом не отбирать их. Нет, никто даже не будет знать, что они уже прошли отбор. Просто у них будет меточка, да, в электронной карте? Не знаю, в чем. Дебил, гений. Вот так, да? Это уже не мое дело. Но никто не будет даже знать, поскольку для этого не требуется никому связывать руки, пихать в приборы и прочее. Все будет намного проще. Я все время об этом говорю. Никто с вами ничего не делает. Ни в чем не убеждает. Козой не пугает. И даже, как говорил Стап Бендер, простым финским ножом. Не надо. Просто вы сами по себе приходите на работу, достаёте портфель, откладываете в сторону бутерброда, и достаёте мыло и верёвку. И понимаете, что это единственный разумный выход. И нет чиновника. Система управления современная может быть устроена вот так. Без всяких ужасов. Без скандалов. Без томографов. Без сегрегации. Без меточки. Зачем? Потому что наш мозг даёт такие возможности. Другое дело, то, что количество дураков столь велико, что это не скоро воспользуется. Поверяду поучительный пример, который касается всех поголов. Но у всех же кто-то погиб во время Второй мировой войны. У нас был такой учёный, Николай Николаевич Семёнов. Выдающийся химик. Единственный лауреат Нобелевской премии. Ну, тогда она ещё была настоящей, а не как сейчас. Сдайте денег на 10 Нобелевских премий, встаньте в очередь. А хотите адресок? Я вам дам парочку. К сожалению, вы смеётесь, а это очень печально. Нет, это так и есть. И тогда он получал за дело, он первый открыл системные взрывные реакции и те, что называются цепными. И он с друзьями, он учёный известный, опубликовал это с инженерами, пришёл к выдающимся нашим этим, как это называется, военным. Он сказал, давайте сделаем такую штучку. На дворе был ещё 1935 или 1936 год. А ему Будённый говорит, ты что, у нас проблема с саблей, чтобы такая длины была большой, но чтобы лошади хвост не отрубал. А Тухачевский сказал, какие реакции? У меня вон фанерных танков надо 10 тысяч собрать, фанеры не хватает. Вот такие вот деятели. А скажи тогда да. И эту бомбочку взорвали, на границе с Польшей. Не было никакой бы миллионной немецкой армии. Самой лучшей на тот момент. И не было никаких бы потерь 33 миллиона. Вот сейчас ровно такая же ситуация. Только в другой области. То есть в области интеллекта, только не искусственного. Потому что управление ракет с помощью искусственных тех, дело хорошее, почётное. Но эти все ракетки 80-х годов у нас, у американцев. Речь идёт о другом. Речь идёт о том, что система сегодняшняя обороны страны должна строиться на фундаментальных других принципах, скажем так, которые переоценят всё то, что сегодня существует. Потому что мы дошли до такого градуса, что могли быть вообще 15 лет первыми из первых. И не было бы никаких проблем ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, это вообще во многих местах, где ещё кто-то что-то вякает. Но, так сказать, политической воли не оказалось, поэтому мы будем продолжать строить ракетки. Ну, я думаю, что это тема для отдельной беседы. Напоследок, последний вопрос, может быть, несколько философского характера. Вот искусственный интеллект можно создать нашим человеческим интеллектом? Может быть, для того, чтобы его создать, нашего не хватит? Нет, можно. Значит, искусственный интеллект создать можно. Вопрос, как его контролировать и в каких масштабах его создавать. Потому что, если сегодня бы сказали, вот есть открытая возможность сдавать, можно было бы сделать. Но ещё раз повторяю, нужно делать это очень осторожно, потому что создание другого, любого, даже самого маленького искусственного интеллекта, который никакие человеческие проблемы решать не будет, но станет решать свои собственные. И тогда возникнет огромная проблема. Понятно. Спасибо вам большое. Очень напряжённое интервью, я могу вам сказать. Заканчиваем его постоянной рубрикой «Три источника», чтобы нам почитать, послушать какие-то лекции, может быть, что-то посмотреть, связанное с темой. Ну вот давайте сначала... Есть книжка «Изменчивость и гениальность», где я рассказываю про основы. Это первый тезис. Второй. О том, как это в человечестве происходило, есть ещё одна книжка, называется «Церебральный сортинг», где я рассказываю ненавязчиво на наглядных и поучительных примерах о том, как церебральный сортинг происходит, потому что никакого отношения к борьбе классов, к экономическим формациям, то, что происходит последние две тысячи лет, не имеет. Это всё выдумки, которые являются фальсификацией истории, то есть фальшивая идея. На самом деле идёт церебральный сортинг, целенаправленный, и кто быстрее его осуществляет, тот выигрывает каждый раз очередную. Эволюционную схему. Всё время французской революции верхи могли, а не захотели. Да, да там не в этом дело. Там же вопрос в том, что к власти хотели прийти поумневшие, на самом деле, буржуа, которые технологиями владели. И всё остальное их не интересовало. Это произошло. Они пришли. Они пришли. Или при Ленине. Посмотрите, фотографии стоит Ленин. Такой вот политик, революционер. А вокруг него одна инженерная сволочь. Одни инженеры. И что произошло в результате царской империи? За 20 лет они смогли противостоять лучшей армии мира. План Гойл-Рофф в 20-м году, да. Об этом речь идёт. Это тоже, тоже. И там, и здесь, и у нас. Это инженерные перевороты. И кто их делал, я вот это описываю даже. Их делали инженеры. Ну, когда пошли паровозы, когда надо было строить железные дороги, пошли пароходы, спрос на инженеров увеличился. Им-то уже создали все условия, всякие технические училища, что все, 5-е, 10-е, их брали отовсюду. Чего? Лишь бы умел. И сразу же, через три поколения, началась власть, что буржуазная революция, потому что их достигло 15%, они стали брать власть. Всё. Сейчас такая же система. Сейчас только к власти придут эти компьютерные мальчики. Их уже больше 15%. И они сейчас делают так, что никто не заметит, кто вводит их же программы, что власть уже поменялась, и они уже не нужны. На этой нойте предлагаю заканчивать нашу беседу. Спасибо вам большое. Мне кажется, это заставит задуматься очень-очень многих. Да, обязательно. Задумывайтесь, граждане. Это очень полезно. Я, как обычно, не беру сделать выводов из нашей беседы, но уверен, что вы их, дорогие зрители, сделали сами. Делитесь им, пожалуйста, в комментариях. А главное, я надеюсь, что вы провели этот час с умом. Субтитры создавал DimaTorzok